Ну что ж, дорогие друзья, у меня в гостях Азиза Шужеева, директор ТО Казнет Медиа, член общественного совета и соучредитель общественного объединения юридических лиц Асылбала. Азиза, первый вопрос такой. Чем непосредственно занимается ваш фонд Асылбала? Название такое «Дорогой ребенок», да? Правильно я перебываю? Да. Это инициатива Асылбала – это объединение юридических лиц, некоммерческая организация, это ассоциация всех компаний, бизнес-структур, неправительственных организаций, общественных фондов, благотворительных фондов, то есть всех организаций и компаний, которые занимаются теми или иными вопросами по детям. То есть наша ассоциация Асылбала – это драгоценный ребенок, ассоциация по защите прав детей. У нас на сегодняшний день в Казахстане 5 миллионов детей. Это не так уж и много, если сравнивать с густонаселенными государствами, даже если сравнивать с нашими соседями. Я думаю, что при современном условиях, при современном развитии экономики Казахстана мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы эти 5 миллионов детей имели счастливое детство. То есть, чтобы их конституционные права на здоровье, на достойное образование, на спорт, на досуг, на развлечение, на их права вообще как граждан Казахстана были реализованы. На сегодняшний день где-то свыше 33 тысяч детей находятся воспитанниками детских домов. Более 170 тысяч детей, если я не ошибаюсь, являются детьми с ограниченными возможностями. Это дети-инвалиды. Не все имеют доступ к социальной помощи. Есть свыше миллиона детей на сегодняшний день у нас учатся в сельской местности. И каждый седьмой ребенок учится в малокомплектной школе. То есть, это школа уже, у которой те или иные предметы объединены, и они, естественно, по уровню образования будут отставать от детей, которые учатся в городе. Поэтому мы представители бизнес-структур, представители неправительственных организаций, женщины в первую очередь, как матери, мы объединились для того, чтобы создать эту ассоциацию и чтобы проводить уже полномасштабные, реализовывать крупные проекты. Нас поддержали, вот в числе сочередителей являются Анар Рахимбаева, это основатель проекта «Дом мамы», это Исабаева Гульхан, фонд «Жолдезай», это Гульнар Досаева, это фонд «Дара», это Федерация художественной гимнастики Мадина Бектурганова, это представители бизнеса «Камбат Арслан», это Каракат Абден, она является руководителем авторского проекта по культурно-нравственному воспитанию девочек «Казак ХЗ». То есть, мы организовались, нас поддержали женщины-депутаты Можилиса, все поддержали. На сегодняшний день нашей организации, как, наверное, две недели, мы уже зарегистрировались и мы открыли в восьми регионах филиалы. Сегодня я имела честь участвовать в совещании, которое было с участием неправительственных организаций, депутатов Маслихата, которые являются членами гражданского альянса. Мы приняли решение о создании такого филиала в Южно-Казахстанской области, будем его регистрировать, будем совместно реализовывать крупные и большие проекты. Очень много женщин, предпринимателей сейчас занимаются благотворительностью. Я думаю, что вот среди лично моих знакомых, а у меня их очень много, ну, наверное, каждая вторая этим занимается. То есть, они помогают соседям, какому-то детскому дому, больным детям, участвуют в разных акциях. Но все это разово, и все это происходит на таком достаточно разрозненном уровне. И вот мы хотели бы всех этих людей объединить. Я думаю, что женщины, предприниматели должны поддержать эту организацию для того, чтобы мы все свои усилия объединили. Потому что наша задача будет состоять в том, что мы будем активно работать с госорганами. Первое. То есть, мы будем влиять на нормативно-правовые акты, на их разработку. Мы будем разрабатывать серьезные проекты, мы будем их выносить. Мы будем привлекать гранты международной организации, усилия тех или иных благотворительных фондов. И я думаю, что если мы, вот все женщины, приложим большие усилия к этому, то наши дети будут действительно счастливыми. Азиза, ну вот к нам, к журналистам, нередко обращаются женщины со своими проблемами. Нет жилья многодетной матери. Вот буквально два письма таких у нас лежат в редакции сейчас. Бьются и не могут получить жилье. И как результат дети не посещают школу, потому что нет прописки. Это вот как замкнутый круг. Есть люди, которые обращаются в связи с болезнями детей. Значит ли это, что они могут прийти к вам в фонд, и вы поможете решить эти проблемы? Мы, я думаю, что здесь нужно эти все проблемы как бы рассматривать в отдельности. Если мы говорим о том, что у детей, у многих нет документов. Это системная вообще как бы проблема. Да, какие-то единичные случаи мы готовы помогать. Но я думаю, что эту проблему надо решать системно. То есть на сегодняшний день совместно при нашем участии в Можилисе разработан законопроект. И нам нужно добиться того, чтобы детей регистрировали уже непосредственно в роддоме по месту их рождения. Потому что на сегодняшний день маме дают справку, она выходит, а дальше куда она пошла, где она, что, и непонятно. И таким образом у нас дети в сельской местности, где-то приезжие, уралманы, они ходят без документов. И они не имеют доступа ко всем социальным пособиям, правам, которые за ними закреплены. Если ребенок родился в Казахстане, если он является гражданином Казахстана, то его право должно быть автоматически закреплено. И это должны мы помогать решать системно, совместно с госорганами. Что касается больных детей, да, это тоже большая проблема. Здесь нужно все рассматривать и в частности, и системно. То есть, да, такие женщины могут обращаться в те или иные благотворительные организации, которые являются членами нашей ассоциации. Мы будем помогать, привлекать средства, их лечить. Но если эти заболевания системно, взять, например, детскую лекемию, да, уже как бы доказано, что на определенных стадиях это заболевание можно вылечить. То есть мы будем решать его системно. Мы готовы привозить врачей, проводить здесь мастер-классы. Потому что вот многие благотворительные организации, которые разрозненно как-то работают, они в основном отправляют детей куда-то, на лечение, да. Мы должны все-таки по большей части делать, чтобы это было массово. То есть мы будем привозить врачей, они будут обучать местный персонал. Помимо того, что ставить оборудование, на этом оборудовании же надо еще уметь работать. Поэтому будем подходить вот таким образом, и системным, и в частности. Поэтому женщины, у которых есть такие проблемы, они могут обращаться в благотворительные организации. Мы скоро запустим интернет-ресурс наш, где будут указаны все адресла, и мы будем уже там решать эти вопросы. Но все-таки мы на своем уровне хотели бы решать вопросы системно. То есть подходить к ним именно масштабно, чтобы не просто помочь одному ребенку, а помочь детям со схожими проблемами. Вот, например, такая проблема на сегодняшний день, как пропаганда здорового образа жизни. Но у нас это все к каким-то акциям сводится. Да, сводится к каким-то акциям. Раньше, конечно, был детский, юношеский, дворовый спорт, были школы, которых сейчас катастрофически не хватает. И мы совместно с федерациями спорта прорабатывать начнем проект, согласно которому будем каждый двор, чтобы дворы, сельские поселки какие-то были оборудованы хотя бы футбольным полем, элементарно. То есть нужно это пропагандировать, нужно это прям со школы закладывать. Потому что на сегодняшний день, если брать школу, то больше половины детей, они не занимаются спортом, приносят просто справки, освобождение, и это занятие проходит формально. Они занимаются бегом по клавиатуре. Да, мы не должны как бы мириться с этим. То есть мы будем работать с Минобразованием, с Министерством культуры и спорта, чтобы спорт пришел в жизнь каждого ребенка. Потому что это пропаганда здорового образа жизни, это борьба со всеми социальными проблемами, с которыми родители сталкиваются уже, когда дети становятся подростками. А закладывать надо с самого минимума. То есть это вот одно из направлений. Культура, культурно-нравственное развитие. Это тоже большое направление в нашей деятельности. У нас есть представители именно по работе в данном секторе. Воспитание девочек, подрастающего женского поколения. Это все очень большие системные вопросы. Мы не говорим, что мы будем подменять государство. Ни в коем случае. Государственные органы должны выполнять свою работу. Наша задача поднимать все проблемы системные, делать крупные масштабные проекты, работать с госорганами и добиваться, чтобы эти проблемы решались. Ну что ж, спасибо, что организовались в такое объединение. Я думаю, это, по крайней мере, для многих мам, это уже своего рода такой свет в конце туннеля замаячил все-таки. Какая-то надежда появилась. Спасибо, что были сегодня с нами. Я хочу вручить вам очередной номер газеты «Рабат». Надеюсь, на его страницах мы обязательно опубликуем и адрес, и телефоны, куда наши мамы, куда, возможно, женщины-бизнесмены захотят обратиться, чтобы включиться в вашу работу и тоже продолжать вместе с вами. Ну а от вас пожелания всем тем, кто нас сейчас смотрит. Спасибо большое. Я хотела бы обратиться к женщинам в первую очередь. Во-первых, к женщинам, тем, которые занимаются бизнесом. Я сама занимаюсь бизнесом, работаю в коммерческой структуре. Я сама являюсь мамой трех детей. И я думаю, что мы не должны быть равнодушными, мы должны заниматься этими вопросами. Если мы все объединимся, то мы сможем пробить и решить все эти нерешенные вопросы. Женщины, вот сегодня в Южно-Казахстанской области я познакомилась с прекрасными женщинами, которые работают в неправительственных организациях. Этих женщин мы будем поддерживать, помогать. И все те крупные проекты, которые есть, мы, я думаю, запланируемся. Сейчас вот начнем уже более тесную работу, мы будем их поддерживать и продвигать. Поэтому я вот хотела бы обратиться ко всем женщинам, чтобы они были неравнодушными, чтобы каждая женщина думала не только о своих детях, но и о тех детях, которые ее окружают. О том, что мы живем в этой стране, в Казахстане, мы не собираемся никуда уезжать, мы воспитываем здесь своих детей, и мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, и чтобы наши дети выросли достойными гражданами своей страны. Поэтому я хотела бы ко всем обратиться. Если вам интересно вот так поучаствовать, выразить свою общественную позицию, то вы можете обратиться в нашу ассоциацию АСЛБАЛА. Я думаю, что редакция телеканала АТРАР предоставит все контакты, и мы будем очень рады вот такой поддержке. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.